Привет всем, с вами Рокес и сегодня, 26 октября, вышло обновление, посвященное синей зоне. Давайте я вам расскажу подробно, что как изменили, мы наглядно посмотрим и увидим, стали ли это изменения достаточно значительными, чтобы уменьшить количество лутающихся в синей зоне, или же они ни на что особо не влияют и, в принципе, как было лутаться можно, так и осталось. Первое, что изменили, это то, что время между тиками периодического урона уменьшили на 10%, то есть теперь вы получаете этот урон немножко больше, но, в принципе, это не так заметно по сравнению со вторым изменением, которое заключается в том, что вы получаете урон в зависимости от дальности нахождения вашего персонажа до игровой зоны, то есть чем вы дальше от белой зоны в синьке, тем больше дамага вы будете получать. И мне кажется, это решение наиболее правильным, потому что цель разработчиков просто всех согнать к белому кругу, чтобы за синим кругом не находились люди, не могли там лутаться, но при этом обязательно нужно не забывать о том, что есть игроки, которым может быть просто не повезло зоны, то есть, например, вы прыгнули в один конец карты, зона сошлась на другом, и вам нужно как-то туда добраться, вам там, может, не завезло с транспортом или еще что-нибудь, и если зона будет дамажить нереально сильно, то вы просто из-за того, что не угадали изначально с рандомной зоной, можете умереть, и это будет достаточно некруто, потому что все начнут говорить, что игра рандомная. Здесь же сделали так, что если вы приближаетесь к зоне, у вас дамажит меньше, а если вы остаетесь там, где были, сидите и игнорируя зону лутаетесь, то вас дамажат все больше и больше и больше по мере удаления зоны, и рано или поздно уже урон такой, что вы его просто не можете перехилить и просто умираете. Данное нововведение с расстоянием относится ко всем зонам, кроме первой. Первую решили оставить как есть, это, я считаю, тоже правильно, из тех же побуждений, что людям надо успеть добраться до игрового круга. Что же, давайте теперь посмотрим наглядно, как изменилась каждая зона и как это скажется именно на тех, кто любит лутаться в синьки. Если честно, я сам такой, у меня достаточно большой опыт в этом деле, поэтому я замечу изменения даже достаточно мелкие. Первая зона, как мы видим, не поменялась практически совсем, то есть эти 10% не ощущаются, и как она дамажила, так и дамажит, но я же повторюсь, это хорошо, потому что вы успеете, если что, добраться до следующей зоны, не умерев. Вторая зона дамажит уже немножечко больше, я это заметил по сравнению с предыдущими патчами, но не скажу, что прям критически. То есть перехиливать ее можно бинтами, бустами и не особо ощущая лутаться дальше. Я специально уехал подальше, чтобы дамажило чуточку сильнее и находился уже в этом месте на протяжении остальных зон, пока не умер. Урон от третьей зоны уже стал действительно заметен, то есть вы сейчас можете видеть, как я далеко нахожусь от игровой зоны. И здесь мне немножко, на мой взгляд, повезло, если бы она сошлась чуть подальше, то, наверное, дамажило бы еще больше, но при этом я лично заметил разницу, потому что раньше третью зону я спокойно мог перехиливать бинтами, при том нажимая их не по КД, а просто там раз в какие-то там 5 или 6 секунд, и абсолютно было нормально, но теперь эта зона, если вы едите бинты по КД, то ХП примерно остается на одном уровне, ну либо по чуть-чуть увеличивается, но так, чтобы вы ее перехиливали, уже я сказать не могу. И вот четвертая зона, на которой я и умер, оказавшись не готовым к такому урону, потому что раньше, я же говорю, я ее тоже спокойно перехиливал бинтами, но уже нужны были бусты, да и без бустов, наверное, тоже можно было бы, но тем не менее, сейчас дамажит действительно неплохо, действительно сильно, нужно обязательно уже после третьей зоны двигаться к основному кругу, это точно, вот, потому что сейчас я даже попробовал сделать свою любимую, такую мини-уловку с бинтом, то есть когда забываешь уже похилиться аптечкой и малое количество жизни, сначала ешь бинт, потом ешь аптечку, и это всегда срабатывало на самых маленьких кропалях хп, но здесь уже не помогло, и я просто умер от того, что периодический урон зоны был слишком велик. То есть мы наглядно видим, что разработчики действительно постарались сохранить баланс, и вроде как у них это получилось, они сделали, что на более поздних зонах лутаться стало действительно тяжело, и следует ехать к основному кругу, посмотрим, насколько сильно изменится ситуация, может быть потом еще будут фиксы, но на данный момент, мне кажется, данное обновление хорошим, и оно привнесет небольшие изменения в игру, и геймплей чуточку поменяется. Единственный момент, на мой взгляд, могут находиться умники, которые просто будут ездить близко к зоне, но все-таки еще находиться в синьке, вот, чтобы их никто там не нашел, чтобы их, в принципе, не так уж сильно дамажило, и они могли спокойно это перехиливать. Поэтому, если вы находитесь на краю зоны, обязательно оглядывайтесь и смотрите по сторонам, там могут быть люди, но в остальном, я думаю, это обновление сделает так, что большая часть людей сконцентрируется именно в основном игровом круге. Ну и на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, а также напишите в комментариях, как вы думаете, пойдет ли на пользу данное улучшение, как вы относитесь к людям, которые лутаются в синей зоне, может быть, сами частенько практиковали это дело, как я, вот, как на вас это скажется, и так далее, и так далее. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.